А сейчас об историческом событии, увековечном в Калязине, в канун Дня памяти жертв политических репрессий. Там почтили память священнослужителей, жителей невинно убитых и пострадавших в годы гонений на церковь. В парке памяти, который находится рядом с храмом Вознесения Господня, по инициативе общественности установили памятную плиту, на которой вынесен отрывок из стихотворения Игоря Алексеева «Вы на себе несли кресты». Подробности об этом смотрите в нашем следующем материале выпуска. Чин освящения плиты прошел после воскресной божественной литургии. Ее провел благочинный Калязинского церковного округа Ирей Георгий Иванов. Перед собравшимися выступил глава Калязинского района Константин Ильин. Огромное спасибо всем, кто принял участие в открытии памятной плиты. Вечная память священнослужителям погибших в годы гонений и всем репрессированным, убиенным. На плите не высечено конкретных имен, поскольку их открыто уже немало, около ста. Некоторые из репрессированных священнослужителей известны уже давно. Некоторые имена еще только открывает история. В 2016 году мы узнали о последнем священнике нашего храма, Новоселове Григория Васильевича. Его арестовали прямо на службе. Отправили в Москву, где судили на три года. Из пересылочной тюрьмы его доставили в Котлас. И по северной двине на баржи повезли в Соловки. Но где-то по дороге баржу вместе со всеми арестантами затопили. Гонения на церковь в 20 веке шли волнообразно, начиная с 1918 года. За веру страдали и обычные жители. На них могли донести соседи, коллеги по работе. И их арестовывали только за то, что помогали ремонтировать храм, крестили детей, имели дома иконы, ходили на службы. Мой дедушка Устинов Егор Васильевич проживал в селе Паречье, Калязинского района. Он был просто приказанин храма Рождества Пресвятой Богородицы. Помогал священнику. И был против закрытия храма в годы канений. Ему было всего 27 лет. Недовольных указом властей отправляли в лагеря. Ему присудили 10 лет лагеря. Мои родственники не узнали, где и как погиб их дед. Благодарственных писем главы района удостоились те, кто своим трудом и средствами оказал помощь в установке памятной плиты. В знак памяти о всех колязинцах, невинно пострадавших, в разные эпохи местные жители возложили цветы к новой мемориальной плите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!